МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии працея Наталья Ихнатенко. Глядите ух этим выпуску. Новый этап боротьбы с эпидпроцессом. У Беларуси распочалась вакцинация с упрочкой ковид-19. Перспективы развития плавания и эффективность в использовании физкультурно-спортивных объектов. Это пытание обмерковывали сегодня на коллегии Управления спорта и туризма. Все дети наши. Подчас доброченной акции новогодние подарунки уручают наученцам лицеев и колледжев, которые остались без опеки родителей. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии за духовное одраджение и специальные премии дзеячам культуры и мастатства. Керавник державы подписал ответные указы. Премия уручается за активную деятельность в гуманитарной сфере, которая содействует захованию и помножению национального культурного здобытка, выхованию молодой любови до айчины, умоцеванию духовных каштовностей и идей милосердности. Сирот лауреатов есть и представители нашего региона. Это авторский коллектив в составе архитекторов Института Гомель-Громадзян-Проект Сергея Первицкого и Виктора Бельцюкова, а также члены Союза письменников Беларуси Изяслава Котлярова. Высокая узнагорода присуджена за створение мемориального комплекса на месте спаленной вёске Алла в Светлогорском районе. Новогодний подарунок детячей областной больницы. У рамках республиканской акции «Наши дети» установа отримала материальную подтримку. Головное управление Аховы здоровья Гомельского облаконкама, а так само областный профсоюз работников Галины, вручили коллективу больницы сертификат на 2000 рублей. Сродки выкарастаются на поляпшенне материально-техничной базы. А кроме того, для детей и членов профсоюза подрихтовали билеты на новогоднее шоу у драматичным театры и у театры «Лялек». Гости установы означают, покинуть без веншаванне у тых, от кого залежить життёй здоровья детей, немахчима. Хотелось бы своих медицинских работников поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством, пожелать на сегодня здоровья, успехов, счастливых праздничных дней, улыбок. И чтобы поменьше хлопот было в новогодние праздники. Активный отдел у акции «Наши дети» принимают депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Причим, они не только наведывают массовые мероприемства, но и приносят подарки домой. Про тяг темы в наступном репортаже. Адрес этой семьи депутату Ирине Довгала подказали у администрации Советского района Гомеля. В Першиню она пришла сюда в Снежне минулого года. На этот раз дети вернулись до Деда Мороза с просьбой подарить спортивный мяч, наушники и цацку, якая рассказывая казки и спевая песни. Особливая увага 4-годовой Софии. После перенесенного захворвания девчонка стала инвалидом. Сегодня батьки кажут, есть становшая динамика. И еще одноприемная новина. Сын Деонис, який займается плаванием, перешел в спортивную школу. Крыху поздней Ирина Довгала зауважить. Коли размова идея об детях, необходно не шакать сюда, а робить его. Хочется еще больше отдать и добра, и подарков. И даже не то, что частичку, а отдать просто свое сердце. И хочется, чтобы всем детям всегда улыбался Дед Мороз и дарил свои подарки. Чтобы добра хватало абсолютно на всех. А его не бывает много. И акция, которая столько лет в нашей стране наши дети, а это наши дети. Пусть у каждого будет свое новогоднее чудо. Еще одно мероприемство в рамках акции «Наши дети» организовано отделом эдукации администрации советского района Гомеля. Сирот запрошенных, школьники, которые добро учатся, изъявляются активными удельниками Олимпиад. А так само выхованцы приемных и опекунских семьях. Пришим на этот раз традиционным сценарием организаторы не обмежавалися. На пираты дни Нового года у наушальных установок района провели конкурс перников. Усе кондитерские вырыбы подорад детям, которые находятся в больницах, а так само медикам у якости подяки за их працу. У нас была идея имбирного пряника. Это традиционный рождественский новогодний пряник, который некое пожелание в себе несет. И к каждому прянику мы прикрепили тоже пожелание. Пожелание здоровья, счастья, успеха в будущем году. До профессионных артистов наставники свертаться не стали. Спектакль по мотивам народных казах подрехтовали новученцы установки культуры. Отрымался цикаво и видовищно. И додало доброго настрою. Сегодня все ждут одного года только приемных подей. Символ 2021-го заполнивая. Все так и будет. Я думаю, он будет хорошим, счастливым, радостным. Будет достигнуто много чего нового. Много счастливых людей будет. И успехов у них. Я как символ Нового года поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. До республиканской акции «Наши дети» долучилися и представники Белорусского союза «Жанчин». Яны наведали Гомельскую областную детячую больницу медицинской реабилитации. Детям ручили солодкие и корыстные подарунки, а так само озладили новогоднее представление. Подрабязности в наступном сюжете. В роли кота Базилио, Карабаса-Барабаса, Буратины, Мальвины и других сказочных персонажей студенты Гомельского медицинского колледжа. Яны что год ладят святочные спектакли, у которых добро обовязково перемогает зло. Глядачи – дети, которые находятся на лечении у Гомельской областной детячей больницы медицинской реабилитации. И их батьки. Сказка была очень интересная. Она мне очень сильно понравилась. И впечатления были радостные, новогодние. А кто больше всего понравился тебе? Нет. Мне все понравились в этой сказке. Максик, кто тебе понравился больше всего в сказке? Мороз. Дед Мороз? Да. А кошка тебе еще понравилась? Дед Котка. Кошка понравилась еще, да? И собачка с косточкой. Да. Очень было все красиво и празднично. Принесли действительно новогоднее настроение, потому что скучали по дому. Мы скучали по дому, а сейчас очень хорошо и весело стало на душе. Ну, завтра уже домой. Ребенка не было как раз утренников. Получается, мы уехали сюда до всех утренников, 16-го числа. Поэтому это очень радостное было событие. Она все время утро все ждала. Ну, праздничное настроение, так сказать, уже готовилась, наряжалась. Поэтому большое спасибо, что приехали, поздравили. Это как бы очень это необходимо. Спасибо большое за, как бы, за оказанное внимание вам большое. Свято отбылось при поддержке областной организации Белорусского союза «Жаншин». Ее активистки уручили маленьким пациентам и их батькам солодкие подарунки, спортивный инвентарь и сродки индивидуальной охоты. На первые дни святого представницы союза «Жаншин» особливую увагу нададут медустановам, где лежатся дети с диагнозом COVID-19. Это областная инфекционная больница, Жлобинская и Мазырская центральные районные больницы. Белорусский союз «Жаншин» всегда в преддверии Нового года и Рождества Христова проводят такие благотворительные мероприятия. Конечно, мы хотим, чтобы каждый ребенок был счастливым в Новый год, чтобы улыбался. И в таком учреждении, вот как это, конечно, здесь детки больные, и им нужно особое внимание, наверное, как никому. Поэтому тепло наших сердец, наша забота о них – это то, на что мы опираемся. Желаю всем счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, чтобы наши дети росли настоящими патриотами нашей Родины. Доброчинные акции союза «Жаншин» протягиваются. В регионе прошло около 70 новогодних концертов. Яны объеднали больше за 2000 детей, которые отримали увагу, подарунки и святочный настрой. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомельс» Гомельского района. У рамках доброчинной акции «Наши дети» сегодня у администрации Центрального района Гомеля подарунки отримали дети-сироты. Усе яны – наученцы колледжи и лицеев, которые находятся на территории района. А кроме солодких сувениров, юнакам и девочкам вручили сертификаты в одну из гандлевых сеток. Керовник администрации Дмитрий Лебед заповнил гостей. До мясовых уладов яны зауседы могут звернуться за допомогой. Все наши дети-сироты находятся под четким наблюдением нашей администрации. И, конечно, мы сопровождаем каждого ребенка. Любая помощь, которая необходима, мы ее оказываем. И контроль осуществляется всеми службами, начиная от лицеев колледжа и, конечно же, администрации района. Подобные акции пройдут по всей области. Так, сегодня подарунки отримали так само наученцы Приборского профессийного аграрно-технического колледжа и Петриковского профессийного аграрно-технического училища закрытого типу. Перспективы развития профессийного плавания и выкористания спортивных объектов. Сегодня на коллегии Управления спорта и туризма Гомельского облаканкама проанализовали актуальные питания развития Галины. Загученными пропановами ознайомились наши корреспонденты. Нельзя сказать, что с развитием профессийного плавания ситуация на Гомельщине критичная. На почнем чемпионате краины, например, команда в области заняла другое место. Что тычется базы, она так само не адренная. Тренировки спортсменов проходят у 18 установок. С уликом групп початковой подрыхтовки займаются больше 2400 человек. Разом с тем, коли на республиканских чемпионатах мы отримливаем узнагороды, то у споборництва хрангам нежей с высокими выниками есть проблемы. Чемпионат – это, скажем так, взрослые спортсмены. Но есть еще и среднее звено, то есть спартакеады, ОДН, где дети выступают. Вот это хотелось немножко подтянуть, конечно. Бадай, головная причина истнуючих проблем связана с работой тренера. Тут и недостатковая физичная подрыхтовка спортсменов и отсутность чекаемых выников. Показчики за 2019 год, что огучены на коллегии управления и звание кандидата в маестры спорту по плаванию отримали только 10 человек, а маестров в уголе 2. У якости пропановы по управлении ситуацией больше активное выкористание навыковых напрацовок, что дозволит не только систематизовать работу, но и изробить ее больше эффективной. Еще одно обмеркованное питание – это эффективность выкористания физкультурно-спортивных объектов, размова об наведывании их аматорами здорового ладу життя. Все ли таки показчики скоротились, а причем – вельми значно. Эпидемиологическая ситуация повлияла на посещение людей. Люди где-то со своей стороны немножко, и у них есть этот эффект боязни приходить посещать общественные места, и мы это видим в цифрах. Если мы в 2019 году посещаемость учреждений спортивных было порядка 91 и выше процента, то в этом году мы видим, вот по итогам 9 месяцев посещаемость составила 65,7 процентов. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сделать такое объявление, сказать, что спортивные объекты – это одни из самых безопасных объектов в регионе. Они намного безопаснее, чем объекты общественного питания и какие-то другие. Потому что там принимаются все меры для того, чтобы обеспечить людям именно здоровый досуг в соблюдении всех мер безопасности. Олег Сенчуров, Максим Савин, Яугин Макеенко. Телерадио компания «Гомель». У Беларуси стартует массовая вакцинация с упрочкой COVID-19. Першими будут вакцинованы медицинские работники, педагоги и специалисты, яким усилу особливости у профессии доводится шмат контактовать с людьми. Выкорестовываться будет российская вакцина с подорожник ВИ. И она прошла клиничное выпробование и показала свою эффективность. В Гомельскую область поставка вакцины ожидается в первой половине января 2021 года. В настоящее время проводится организационная работа по планированию, по подготовке вакцинации против коронавирусной инфекции. Сформирован перечень контингентов, подлежащих вакцинации. В первую очередь, это группы лиц, подверженные наибольшему риску инфицирования коронавирусной инфекции. Это медицинские работники, педагоги, работники учреждений с круглосуточным пребыванием для детей и взрослых. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке и бесплатно. Пожары за нестерожного выхода за огнем часто отбываются за порушение правилов выкористания перетехнических выработков. Об этом напереды дни новогодних святов поведомляют супрацовники экстренных службов. Так, с 1 по 3 студени 2020 года в Гомельской области отбулося 25 пожаров, 17 из них по причине нестерожного выхода за огнем. Супрацовники органов внутренних справ нагадывают, что продаж перетехнических сродков на территории краины был заборонен в жнивне этого года. Тем, у кого такие выробы застались из минулогодних святов, правоохранники райц выкористовывают их с выконанием всех мер безопасности. Хотелось бы напомнить, что постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года об обороте перетехнических изделий на территории страны введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Вместе с тем данный запрет не распространяется на бенгальские огни, хлопушки, фонтаны холодного огня. Эту предусмотрено постановлением Совета Министра от 23 декабря 2020 года номер 753. Подчас массовых мероприемств особливая увага будет надаваться охове места отпочинку и объектов новогодней инфраструктуры. У Гонор 55-го года предприемства Гомельский химический завод установил на свой пляцовце монумент гранулятору по выработке минеральных удобрений. Гранулятор – неотъемный атрибут химической вытворчасти. Практично все исчезные установки по выработке грануляных удобрений выкористовывают подобные аппараты. Обстреливание, которое у Гонор юбилея завода стало помником, демонтировали в цеху двойного суперфосфата. Зараз этот гранулятор – частка истории. И он справно отработал больше, чем 40 годов. Конечно же, инновации не стоят на месте. Вместо его сейчас закуплено и в скором будущем будет установлен совершенно нового типа аппарат. Но данный охладитель, барабан-охладитель установлен здесь. И я думаю, еще будет радовать глаз многие-многие годы нашим работникам и гостям нашего завода. У Гомель узнагородили переможцев и призеров областного конкурса творчих проектов «Юный блогер». В актовой зале Гомельской областной библиотеки имя Ленина собралось около 50 хлопчиков и девочек. В будущем они могут связать свое житие с блогерством и журналистикой. Для многих перемога у одной из шматликих номинаций конкурсу стала нечаканностью. Олег Ковалев учится в Гомельском автомеханичном колледже. Проводит стримы на властном ютуб-канале, вядя про мои трансляции с онлайн-гульняв. Перемогу в конкурсе принес ролик про автомеханичный колледж. Победа была неожиданная. Я, если честно сказать, спал. Мне звонят, раз в пять позвонили. Говорят, ну ты третье место занял. Я говорю, ну, я не ожидал совсем. Ну, значит, видеоролик был отправлен на конкурс про мой колледж автомеханический. То есть, какие есть на нем профессии. Там особо я ничего не рассказывал. Мы брали, то есть, ребят просили, чтобы они делали, как вот на мастерских, если работали за станком. И мы вот показывали, и уже закадровый голос рассказывал про, что там станочники на токарных станках работают. Ну, вот такое вот. ГЭТ, а так сама иншая новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Мозорском районе накануне утром столкнулись легковушка и грузовик. Седан BMW 530 резался в МАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате бокового столкновения водитель и пассажиры на марке оказались зажаты в салоне автомобиля. Чтобы выбраться, понадобилась помощь спасателей. Те воспользовались гидравлическим инструментом и высвободили людей. Обоих пострадавших доставили в больницу. В деревне Ворновка Кармянского района на пожаре пострадал мужчина. Пожар произошел в блокированном кирпичном доме. На момент прибытия спасатели хозяева квартир находились на улице. После приезда скорой помощи выяснилось, что мужчина 1965 года рождения нуждается в госпитализации. Он получил ожоги тела первой и второй степени. Рассматриваем версию причины возникновения пожара – неосторожность при курении. Всего же за минувшие сутки в Гомельской области зафиксированы четыре возгорания. Огнем поврежден один автомобиль. В жлобине хозяйка Митсубиши «Спейс Стар» сообщила в МЧС, что горит ее машина. Пламя не пощадило салон и лакокрасочное покрытие. Никто не пострадал. Возможная причина пожара – занос постороннего источника зажигания. А вот так горело около полуночи в Бобовичах Гомельского района. Предполагается, что к пожару привело нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Хозяин дачного домика не пострадал. В Гомеле ребенок в одних штанах, носках и майке, вышел из дома и отправился в гости к бабушке. На непосезону одетого мальчика обратили внимание прохожие и завели его в ближайший магазин, где передали заведующий. Там 7-летнего Сашу, так зовут юного путешественника, обогрели, напоили чаем и нашли теплый свитер. И позвонили в милицию. Первыми отреагировали сотрудники ОМОН, а затем на место прибыли сотрудники ИДН. Саше дали куртку и на руках занесли в служебный автомобиль. Вскоре машина приехала к дому его бабушки. В целом история закончилась благополучно, однако матери 7-летнего ребенка придется ответить на вопросы комиссии по делам несовершеннолетних. На этом все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На мажорной ноте представители Гомельской области в экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси завершили календарный год победами. Металлург гостил у Могилева. Столивары забросили по одной шайбе в каждом из периодов. Причем третья влетела уже в пустые ворота хозяев, которые пошли на последний штурм в надежде перевести игру в овертайм. Забрасывали Соломонов, Пинчук и Ефименко. Могилев ответил одним взятием ворот в исполнении Матерухина. Металлург завершает 2020 на пятом месте. Гомель прервал неприятную серию из трех поражений к ряду. Удачным оказался вояж Воршу. Местный локомотив не устоял под напором рысей. В первом периоде соперники обменялись голевыми атаками. На гол Аршанца-Кулушкина ответил гомельчанин Ревенко. Далее забрасывали только гости. Во втором периоде Межейников и Сусло упрочили лидерство Гомеля. В третьем Елисеенко подвел черту. 4-1 победа рысей, которые уходят на праздники на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в экстралиге Солигорский шахтер. Начнется 2021-й с Полесского дерби. Гомель и Металлург 9 января сыграют в нашем областном центре. В высшей лиге дубль Жлобинского Металлурга принимал у себя вторую команду чемпионата страны «Столичный юниор». Команды обменялись победами. Причем оба матча завершились с одинаковым счетом 5-2. Сначала Виктория праздновали хозяева после гостя. В турнирной таблице Металлург-2 на четвертом месте. А вот Гомель-2 завершил 2020-й не лучшим образом. У рысей два крупных поражения от «Шахтера-2» – 0-20 и 0-14. В таблице высшей лиги гомельчане на 13-м предпоследнем месте. Болельщики назвали Артема Васькова лучшим игроком футбольного клуба «Гомель» в минувшем сезоне. Таковы результаты опроса на официальной стороне клуба в социальной сети ВК. За полузащитника проголосовали 46% респондентов. В минувшем чемпионате Артем Васьков забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Напомню, что «Гомель» выиграл серебро первой лиги и получил пропуск в элиту. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».